Санкт-Петербург У нас в гостях Наталья Соколовская, петербургский поэт и прозаик, редактор и сценарист, автор книг «Литературная рабыня», «Витц Монблана», «Любовный канон», «Рисовать Бога» и других произведений. Здравствуйте, Наталья! Рады вас видеть у нас на группе. У нас сегодня, как вы знаете, в эфире очередная передача... Здравствуйте, Вася! Да, здравствуйте, здравствуйте. Очередная передача из цикла «Первый источник». В чем суть нашего нового цикла передач? Мы говорим с авторами, известными в Петербурге, и просим их рассказать о том, что осталось за рамками их книги. В данном случае, наверное, стоит начать с романа «Рисовать Бога». Сюжет, насколько я, собственно говоря, понял, фабрик, по крайней мере, такова. Главный герой, уже немолодой человек, случайно узнает, что у него был в свое время родственник Далий, поэт Полян. Полян? Полян, да, Полян. Ударение непроставлено, насколько я помню. И вот эта вот внезапная новость помогает ему разобраться в себе, помогает ему понять определенные моменты в своей жизни. Ну и вот этот пожилой человек, в романе это описано, бегает по библиотекам, бегает по разным нашим ведомствам известным, и выясняет предысторию, точнее, историю этого самого Поляна, выясняет, что с ним случилось, как он из Франции реанимировал в Россию, и что с ним произошло в конце 30-х годов. Но наверняка что-то осталось за пределами этой книги, наверняка осталась какая-то история, связанная, может быть, с этими героями, а может быть, с вот этой беготнёй по ведомствам, как я понимаю, вам это тоже знакомо. — Да, Вася, поскольку очень много вопросов было в одном, вы мне будете периодически, да, а я буду по ней расстроиться в голубок. Значит, всё-таки надо сказать, что книга в гораздо меньшей степени о Поляне, об этом поэте, это тут такое вспомогательное средство. Это вот красота в чистом виде, это вот поэзия такая в чистом виде данная, это вот то, что я придумала вместо стихов, которые, и вся история Тео, Теодора Поляна и Риты, это вся история, придуманная вместо стихов, которые, на самом деле, наверное, должны были бы быть в этой книге, но которые я уже давно не пишу, и я их не написала для этой книжки. То есть не хотела я второго доктора Желага с корпусом стихов. Вот, значит, история на самом деле исключительно о Славике Поляне, то есть о главном герое. И это не история человека, который начал, который вдруг что-то узнал и начал понимать, хотя и об этом, но это история ребенка, 9-летнего мальчика, который, что-то такое в его жизни случилось, вот в том возрасте, да, что заставило его отречься, отказаться от себя. То есть 9-летний мальчик решил, что его не существует, его нет. То есть тот ужас, который с ним случился, и та вина, которой на самом деле не было, но которую он принял на себя, потому что он решил, что он виноват в той трагедии, которая случилась, я просто рассказывала, это было все такого свойства, что ему проще было прожить всю жизнь почти так, как будто и того случая не было, и истории семьи не было. Это на самом деле такая колоссальная защитная реакция. Для чего мне была нужна эта история? Она придуманная. Я вот на этом примере, маленьком, частном, очень, может быть, таком, камерном даже, мне для себя хотелось понять, что происходит с нами, с нашим обществом в целом, не побоюсь этого слова, да, если в целом мы продолжаем жить так, как будто с нами никогда ничего не случалось. Что это? Вот это родовая травма, которая случилась, да? Не знать, но она продолжает, мы же знаем, как детей до старости продолжают лечить от родовых травм, от детских травм. Вот. И можно ли так жить на самом деле? Что это за жизнь? Вот в таком полубессознательном состоянии. Да, человек вырос, отучился, женился, родил сына. Сыну быстро все это надоело, он смотался. И даже тут этот Славик говорит, он не обижался на сына, он понимал, что ничего другого он не заслужил, его нет. И вплоть до того, что у метро, когда он встречал вот этих мальчиков и девочек, которые раздают, вот этих мальчиков рекламные, да, они просто его, ну, вот, обтекали, да, его нет. Он шел, и он тоже не обижался, потому что он понимал, что его нет, да? И, а, то есть, насколько это получилось, я не знаю, но мне интересно было эту ситуацию экстраполировать на наше общество в целом, которое, ведь, в общем же, это так, как будто его нет. И то, что происходит с нами сейчас, это только подтверждение того, что вот мое предположение верно. Ну, вот, собственно говоря, что осталось за пределами этой книги? За пределами этой книги осталось все. Потому что я первый раз, знаешь, вот первый раз, вот мои бабушки, покойницы, блокадницы, они говорили, из-за стола надо вставать немножко голодным. Вот я первый раз, вот в отличие от этой книжки, да, или там, от литературной рабыни, я первый раз после этой книги закончу, понимаю, что дальше все, вот эта вот история закончится, хотя мне говорят, там еще столько чего-то, могла еще там то, еще пятое, десятое, но это не могла, раз там точка поставлена. Но зато у меня осталось ощущение, что практически ничего не сказано. И вот это ощущение, оно заставляет меня как-то вот двигаться и думать о чем-то дальше. Насколько я понимаю, вот эти вот мытарства Славика, главного героя, роман «Рисовать Бога», они вам знакомы, вот это хождение по инстанциям, получение информации о репрессированных. То есть, насколько я знаю, несколько проектов ваших были связаны именно вот с этой вот литературой, с этими источниками. Вот я еще хочу вот такую ремарку. Более молодое поколение, для него тут гораздо больше нового, чем для поколения там моего, может быть, даже вашего там, или там поколения еще более старшего, которая гораздо больше прочитала и знает, и прочувствовала, да, вот про эти 30-е, 40-е там годы и дальше. Отчасти это еще, конечно, вижу, кульбраслет, да, но отчасти мною, да, двигало желание рассказать как можно больше то, потому что вот такая ложка, как бы, да, вот настояли, чтобы такая она была, вот такая вот, я не знаю, как сказать, какая, но нелегкомысленная, но такая немножечко, да, я бы сказала, в женскую такую, да, просто, что совсем ничего не хотелось, но как-то так вот лучше. И очень много молодых людей действительно покупает это, и я понимаю, что для них там, да, колоссальный какой-то еще идет, как бы сказать, колоссальная информация получения, да, они могут не поверить в это, сказать, вот, да, как это часто говорят, это все выдумано и вообще пошло на все лесом, этого всего не было, вот как Славик, да, но кто-то же там пойдет дальше, кто-то же чего-то, да, кто-то же станет понимать что-то больше про нас самих, да, чтобы, да, потому что вот уже на этой книжке, значит, написано, или на этой, я уже не помню, на этой, да, настоящее без прошлого лишено будущего, потому что двигаться, двигаться, не понимая кто-то и что-то, да, так ты будешь двигаться, собственно, не понимая куда и чего, вот. Да, с одной стороны, можно сказать, что все эти истории НКВД, все эти большой террор, что это общее место, ленивый только про это не говорит. Знаете, да, про это не говорит только ленивый, но этот человек 30, 40, 50 на всю страну, вот и все эти не ленивые. Всем остальным, в общем, на это довольно-таки наплевать, я так думаю. И даже наплевать на то, что все мы в себе несем, собственно говоря, гены жертв, плачей и жертв. В нас это смешано. Когда Ахматова писала в середине 50-х, что сейчас возвращается Россия сидевшая, и вот сейчас две России, Россия сажавшая и Россия сидевшая, посмотрят в глаза друг к другу, да, это произошло. И вот наши все поколения, они все родились от этого взгляда, да, только мы, некоторые как-то про это пытаются помнить, а некоторые как-то все равно. И вот так в безразительном состоянии мы, значит, движемся дальше. Вот, хождение по этим организациям, оно, безусловно, отразилось в последней книге и отразилось, в частности, в первой повести новой. Моя тетка Августа, я эту повесть вот люблю. Не знаю, может, потому что она последняя по времени написание. Моя тетка Августа, которая открывает эту книгу. Потому что, конечно, там речь идет о людях, которые вот из той эпохи пришли. Ну, когда я занималась, это еще было в азбуке, мы делали книгу «Ольга, запретный дневник». В общем, так случилось, что тогда вот впервые я попала в это заведение. И, надо сказать, я была первым человеком с волей, который держал в руках первого. Дело Ольги Бергольц. И это было очень сильное, помимо того, что это дело и что в этом деле, это было очень сильное личное переживание. И вот когда я описываю, как Славик сидит в кабинете, как ему солнце в спину, и он не может сказать, жарко ему, жарко, и по нему пот уже течет, и вот это дело у него, строчки мешают. А вот напротив сидит архивист. И я описывала совершенно свои ощущения, потому что я не могла сказать, что мне жарко. Это было какое-то, знаешь, это было какое-то такое параличие. Только я как бы листала, со мной были очень любезны, кстати, очень много помогли. И вообще эта организация издает целые книги, где масса. И вот, кстати говоря, в этом Ленинградском артирологе, который делает Разумов и Мемориал, где жители Ленинграда, Ленинградской области, там, за несколько лет, 10 томов, это страшно, вообще страшное дело. Когда ты это читаешь, это бесконечный список. Это тоже дело, в смысле, с архивом ФСБ, значит, все. И срочки скакали, и я там не могла половину понять, половина была закрыта конвертами, это все еще, значит, невозможно. И, конечно, это вошло сюда. Также вошло сюда, когда он говорит, там, ГБ Молох, это что, это инициалы? Нет, это госбезопасность, а фамилия, значит, Молох, следователи. И вот эта история, там, как бы история вот дана вот этого Молоха, на самом деле, это совершенно существовавший капитан Матвеев, и в 8 томе Ленинградского мастеролога есть его документы. И вот эти колотушки, которыми в 1936-1937 году он придумал для того, чтобы березовые колотушки оглушать заключенных, чтобы они там не очень сопротивлялись, и там удобнее было их вести на расстрелы, или вообще, да, или вот эти машины с газовой камерой, по сути, это 1937-1938 год, это наша с вами страна, да. Что такое вот это дело, которое перед тобой лежит? Во-первых, спасибо большое, дали несколько ксерокопий, да, там, постановления, там, за что человека, как бы, что ему инкриминировали, или там, с чем его потом отпустили, освободили. Вот. Но, во-первых, большая часть, опять же, закрыта, до сих пор засекречена, закрыта, почему, кто там жив остался? Или говорят, вот там, своих агентов не сдают, какая-то там агентурная, там, хорошо. Значит, часть, которая первый раз, которую я листала, я захватила вот глазами, ну, это не важно, это почерк, это на этом написано, да. Слава Богу, сидела замечательная архивистка, сотрудница архива, она помогала, у нее навык, она помогала там разбирать почерк, да. Да, вдруг я первый раз вижу, что Берггольц была первый раз вызвана как свидетель в 37-м году, про это ничего не было известно вообще, и что это связано с Вербахом. Вот сейчас уже появляются там другие документы, исследования, понятно, что это было, почему это было, рассказывать не буду. И вдруг я вижу, что там говорится, что ее прямо оттуда, да, вот все знают, что там выбили ребенка, потеряла она ребенка в 39-м году, когда она сидела. Друг я смотрю, что такое, 37-й год, преждевременные роды отправляют в больницу. Потом оказывается, и это подтвердилось письмами к Николаю Молчанову, которые хранятся в архиве Натальи Банк в РНБ. И тоже я первая была, кто это вот нашелся, поставила и публиковала. Она хотела родить давно, она лежала в 37-м году долго на сохранении, она писала письма, что вот, кажется, в этот раз получится, кажется, да, и июль месяц, и вот все, не получилось, потому что во время, во время вот этого допроса, где она как свидетель только проходила, у нее начались преждевременные роды, ребенок был потерян, да. Ну это какие-то такие вещи, просто интересно очень, как это все действительно связано с делом Авербаха. Скоро будут опубликованы дневники Бергольц полностью. Я хочу сказать, что это будет вообще-то, говорили, это будет потрясающая вещь, потому что она гениальная в чем, помимо того, что потрясающие там есть стихи, она вела дневник, причем записывала все самое ужасное, совершенно про себя очень такие неприятные вещи. Она могла этот дневник, хотя бы ту часть, которая ее не очень в хорошем свете выставляла, сто раз уничтожить, она его сохранила в блокаду, она его хранила все годы, она его хранила все ленинградское дело, хотя она могла сдать фигурантов ленинградского дела, и, видимо, на нее там что-то и готовилась. И она об этом пишет в дневнике 49-го года. Она хранила все застойное время, да, и это такой колоссальный документ эпохи. Она пишет там, как она ездила на старинские стройки коммунизма, на Волгодон. Она пишет с отращением себе, как она с ГБУшниками гуляла по эстакаде, а по бокам сидели заключенные, сидел народ. Она пишет о том, почему она, собственно говоря, пьет, и что ей дает вот это вот, ну, какое-то отчасти забвение. Да, меня ведь лечат от алкоголизма, а как я могу, да, меня, я блюю после этих лекарств, да, и после этого лечения, но на самом деле я блюю вот всем этим, то, что вот здесь происходило и происходит. То есть, конечно, это будет великая книга, и она будет безумно современна, потому что, опять же, вот эта тема, это все наше непрожитое, непережитое, неосмысленное прошлое. Вот и все. Сейчас выходит очень много книг в жанре нонфикшн. Вот, кстати говоря, потому что после того, как я стала заниматься дневниками, да, мы уже много очень дневников печатали, вот блокадных дневников. Дневник Льва Маргулица, это скрипач, который жил здесь в блокаду, играл в оркестре, 7-й симфонии Шстаковича, вот, принимал участие в первом исполнении. Тот же дневник Биргольцеву, блокадная и неблокадная часть. Блокадную книгу сейчас издали там, дневники. Сейчас, причем, знаете, вот феномен получился. Блокадную книгу в нашем городе, что блокаду не переиздавали с 93-го года, и никто как бы этого не замечал, да? Хотя каждый год блокады, снятие, там, прорыв, звону полно, ленточки нацепили, пошли. Хорошо. И оказалось, что эта книга, как же без нее жили-то? Первый тираж улетел за месяц, второй тираж улетел за месяц, сейчас уже половина третьего тиража продана. Значит, что? Значит, нужно. Значит, вот это вот живое, не придуманное, а живое, хотят читать, да? Сейчас мы делаем две книги блокадных дневников с Музеем обороны и блокады Ленинграда и с Институтом истории РАН. Это дневник школьницы Лены Мухиной. Сняли тираж очень быстро девочки 16-летние. Значит, людям надо, вот есть потребность вот в этой живой, не мертвой. Это не то, что я хочу видеть фикшн, монфикшн как бы поднять. Но вот в этой вот насыщенной, вот в этой живой онлайн это велось. Это не воспоминание, это дневник, это я сейчас сижу и пишу, а на меня бомбы падают. И эмоции, градус и состояние при этом совершенно определенные. Еще к тому же я подыхаю с голода, я уже вся отекла, у меня уже водянка, и стоит здесь ведро с нечистотами, а у меня нет сил их спустить, потому что лестница замерзла, соседи сливают все то же самое, и все вот это вот замерзло, значит все. Вот в этом состоянии человек пишет, да, и это совершенно другая история. Понимаете, в чем дело? У нас очень долго, вот мы удивительный совершенно народ, мы умеем из самого страшного сделать конфету, засахаренный пряник. Хоть тебе из войны, хоть тебе из блокады. Потому что тот образ блокады, который ведь уже в 45-м бергольцы запрещали, там говорили, не надо чего там все, про страдания, про руки, запрещали. Да, то же самое только ей, Веринбер тоже, и другим тоже. Не надо помнить страдания, не надо помнить ужас. Давайте помнить, как мы, ага, все победили. Ну как побеждали люди, находящиеся, окруженные, находящиеся в осаде, как они побеждали? Я вот замечательную вещь сейчас вот вернусь потом. Когда я занималась всеми этими вещами блокадными, я поняла, что мне напоминают эти блокадные дневники. И потом я вычитывала, что не я одна такая умная дошла до этого, но я вот через тебя. Дневники блокадников напоминают дневники узников гетто, воспоминания узников фашистских конц, лаберей, и воспоминания узников ГУЛАГа. То есть все эти люди примерно переживали одинаково чудовищный стресс. Во-первых, ты можешь быть умерщвлен в любую минуту. Во-вторых, ты просто хочешь есть настолько, что ты чувствуешь, как в себе поднимаются какие-то страшные, звериные природой заложенные инстинкты. Ты можешь отнять хлеб у ребенка, у своего. Ты можешь на улице человека, не знаю, где-нибудь отнять. Ты чувствуешь, как в себе это поднимается. И вот это животное в себе надо как-то пытаться. И самый страшный момент, когда человек обнаруживал в себе это. И они все так этому ужасались, и многие пытались искать этому противорез. Вы понимаете, когда мы говорим «блокада», мы не понимаем тысячной доли того, что происходило с людьми в этом городе. Это не изучено. Яросс пытается это делать и делает это. Это не изучено. Вы понимаете, этот опыт, когда люди пытаются остаться людьми в нечеловеческих, в нелюстских условиях. Этот опыт не изучен. А он бы нам чрезвычайно помог. Помог бы сейчас. Потому что сейчас мы, опять же, мы не научились даже ценой того опыта любить друг друга, уважать друг друга и желать понять друг друга. Вот, может быть, для чего понадобился тот опыт. Яросс пишет о том, какому чудовищному испытанию, искусу дьявольскому вот были эти люди подвержены. И как все-таки, да, несмотря на весь этот ужас, когда мать должна была решить, какого из детей ей оставить, вот этого она будет кормить или этого. Или когда лежит труп ребенка за окном, и мать от него отрезает, чтобы кормить другого ребенка. О чем мы вообще говорим? Среди нас ходят люди, которые выросли вот на том блокадном мясе. И это мы. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Наталья Соколовская, петербургский поэт и прозаик. Вы смотрели передачу первоисточника из цикла «Литературная гостиная». Наша передача выходит при поддержке Санкт-Петербургской книжной ярмарки ДК имени Крупской. Ярмарка находится в адресу проспекта Вовской обороны, дом 105, 10 минуты ходьбы от метро Елизаврская. Всего доброго, до встречи через месяц. Субтитры подогнал «Симон» Бесконечное множество книг. Книжная ярмарка ДК Крупской. Едем за подарок.